Более 100 тысяч экземпляров книг в фонде городской библиотеки и 300 тысяч во всей библиотечной системе Ленинско-Кузнецкого. Ежегодно эта цифра увеличивается благодаря не только поддержке властей, но и читателям, которым не жалко подарить библиотеке свою домашнюю коллекцию литературы. Сохранить все это богатство не так-то просто, нужен определенный уход. В книгохранилище, которое располагается в подвальном помещении библиотеки, соблюдается температура 20 градусов в Цельсия. И еще одно важное условие – каждая книжка протирается от пыли и передвигается каждый месяц. Поэтому в многочисленных стендах, стеллажах работники библиотеки ориентируются без труда. Книгохранилище похоже на огромный город со своими улочками, перекрестками, проспектами и даже тупиками. Заблудиться в нем проще простого. Но библиотекари, словно опытные экскурсоводы, способны приложить маршрут по этому огромному мегаполису. Естественно, что в огромном книжном фонде найдутся и уникальные экземпляры литературы. Некоторые из них были изданы более века назад. Есть такая книжечка, изданная в 1901 году. Это, конечно, раритетная, уникальная книга. Сохранился только один том. Хотя их 12 должна быть. «Жизнь животных», автор Брэм. Иллюстрированные издания, нормально хорошее издание, более 800 страниц. Среди старых уникальных книг можно показать и такую книгу академического издания «Кольцов». Поэт Алексей Васильевич Кольцов. Тоже в этой книге есть содержание не только стихи, его письма Жуковскому, Белинскому. И есть указатель, что можно будет найти легко в этих книжечках. Хрупкие от времени странички могут не выдержать читательского любопытства, а потому взять домой ценные экземпляры не получится. Как, впрочем, и эти миниатюрные книжечки, выпущенные в 80-х годах к юбилеям писателей. Их высота не превышает 5-8 см. Тем не менее, читать текст в этих малютках невероятно удобно. Уже в этом году фонды библиотеки пополнились новыми экземплярами. Их поступило около сотни. В юбилейный год и год литературы в России работники библиотеки ждут подарков и от своих читателей. В последнее время наметилась такая тенденция, что им жалко расставаться с книгой, но они хотят, чтобы она продлила свою жизнь и нашла своих читателей именно в библиотеке. Поэтому наши библиотеки принимают эти дары. Я думаю, что горожане откликнутся и поддержат, примут участие в акции «Подари библиотеке новую книгу». Уже сейчас поступают звонки с пожеланием принести в библиотеку часть своей коллекции, может быть, подарить какие-то отдельные книги. Мы, конечно же, не отказываемся, принимаем все и говорим всем большое спасибо. Несмотря на такие большие поступления литературы, ни одна книга из библиотечного фонда не пропадает и не выкидывается. Все они находят свое место в фонде центральной библиотеки или ее филиалах.